Здравствуйте! Сейчас мы вам покажем, как правильно подготовить к эксплуатации наш казан для плова из чугуна. Дело все в том, что на производстве, после того, как отлили казан из чугуна, его сразу же пропитывают индустриальным маслом, для того, чтобы он не ржавел. Поэтому, для того, чтобы можно было приготовить пищу в этом казане, нам необходимо его, как следует, прокалить, для того, чтобы убрать все остатки этого индустриального масла. Для этого, вот он, видите, такого черного цвета, глянцевого, мы его ставим на огонь, на высокую температуру, чтобы у нас все это масло прокалилось. Используем мы для этого учак нашего же производства. В процессе прокаливания будет идти неприятный запах, то есть вот это масло будет выгорать, поверхность постепенно должна осветляться, как будет, вот оно все выгорит, будет появляться такой довольно-таки серый цвет. Процесс этот не быстрый, он займет, возможно, у некоторых более часа или около часа. Это зависит от литража казана для плова. Поменьше казаны, их быстрее можно будет, а побольше уже, соответственно, требует большего времени. Конечно, самое удобное прокаливать казан на свежем воздухе. Для того, чтобы равномерно все выжглось, необходимо этот немножко поворачивать, предположим, вот так вот сделать, чтобы у нас боковая поверхность в большей степени с одной стороны прокаливалась, потом повернуть с другой стороны. Вот видите, уже белеет, то есть масло выгорает. Вот, пожалуйста, вот, вот, вот эта поверхность. Здесь еще у нас черная, а здесь у нас уже становится светлее. Сейчас вот так вот поставим. Давай я тут его крутить буду. Итак, на нашем казане все индустриальное масло выгорело. Он стал темно-серого цвета. Теперь мы его поставим для того, чтобы он остыл, ну, просто на землю. Ни в коем случае, для того, чтобы он остыл, не наливайте воду, иначе казан просто лопнет. Чугун очень хрупкий металл, поэтому вливать воду в чугунную разогретую посуду нельзя ни в коем случае. Казан должен остыть естественным путем. И дело все в том, что вы можете не просто на природе, вот, например, прокалить свою чугунную посуду, но также можно это сделать и в домашних условиях. Можно перевернуть дном кверху, вот, например, пловницу и поставить ее на 200 градусов в духовой шкаф. Конечно, будет очень много дыма, гари и копоти, поэтому мы рекомендуем данную операцию проводить на свежем воздухе. После того, как остынет наш казан для плова, это произойдет примерно через полчаса-сорок минут, мы наливаем туда воды и хорошенько моем тряпочкой и протираем. После этой процедуры мы его поставим обратно на учак и добавим в него соль. Это будет следующий этап подготовки нашей пловницы для эксплуатации. Сейчас мы засыпаем соль. Соль в данном случае играет роль адсорбента, который возьмет всю грязь и спор чугуна, все впитает в себя, а также частично еще и отполирует немножечко поверхность. Потом период пройдет времени, оно будет довольно-таки серое, но пусть прокаливается пока соль. В течение нескольких минут мы будем перемешивать эту соль, чтобы сначала она должна нагреться хорошо. И вот таким вот образом мы по стеночкам ее перемешиваем. Она после использования будет такого серого цвета. Как она вот будет серая, значит она все остатки индустриального масла приняла уже на себя и мы ее сможем убрать, выбросить. Она, конечно, уже для использования будет непригодна. Соль у нас потемнела. Прокаливание мы производили с перемешиванием постоянным в течение 10 минут. Вот на стеночки, чтобы попадало, то есть все остатки индустриального масла, вот эта соль уже в себя впитала. Сейчас мы ее просто выбрасываем и ставим обратно. Следующий этап, это мы наливаем растительное масло. Так, растительное масло мы налили и начинаем смазывать, чтобы все стенки маслом были у нас смазаны. И продолжаем процесс прокаливания нашей пловницы. Вот таким вот образом. Все боковые поверхности мы растительным маслом желательно, конечно, без запаха рафинированное масло брать. Мы все смазали и будем держать до того момента, как немножко масло начнет уже закипать. Когда масло уже начинает немножко гореть, мы его выливаем. И процесс смазывания маслом повторяется вновь. Так, масло мы удалили и заливаем еще повторно. Подобную процедуру можно повторять 2-3 раза. То есть мы смазываем еще маслом стеночки все, опять-таки, у посуды чугунной. И посуда приобретает хороший черный, такой глянцевый цвет. Масло уже стало темным, то есть оно уже у нас горит, поэтому нам его необходимо вылить. Если все-таки после эксплуатации ваша посуда начала ржаветь, ее можно почистить металлической щеткой или шкуркой. Промыть как следует, высушить и точно так же прокалить несколько раз с маслом, чтобы на поверхности посуды образовалась такая пленочка из масла и чтобы посуда уже у вас не ржавела. Достаточно процедуру с маслом провести 2-3 раза, чтобы получить уже такую поверхность, пропитанную маслом, на которой можно уже готовить пищу. Продолжение следует...